Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Волокна Пару! Мама вам сегодня сняла, как она ухаживает за... как она укладку делает? Как я делала укладку, потому что опять недавно появился вопрос, расскажите про ваш фен Дайсон. Ну, я уже рассказала, что я им очень довольна в каком-то видео, но если еще не все слышали, то могу сказать, я им очень довольна. И сегодня я показала, как я делаю укладку. Ну, получилось очень быстро и получается очень быстро по сравнению с тем, как я делаю укладку обычным феном. Но кроме того, что это все быстро, это более безопасно для волос, так как вы же знаете, что горячий воздух от фена, ну, чем они занимаются? И что ты сделала? Самую главную ногу ты все равно не закройла? Ну, а тогда закрой. Самое главное, что волосы не сжигаются, они остаются в очень хорошем состоянии. И еще важно то, что я вот такую укладку пышную достаточно сделала абсолютно без каких-либо дополнительных средств. Там для объема волос или для укладки. То есть никаких укладочных средств я не использовала. Я считаю, что это очень-очень хорошо, потому что, ну, вот сделала я маску, когда мыла волосы. А если делаешь укладку с помощью укладочных средств, то уже, ну, они, ну, не надо-то, то уже маска все равно перестает действовать на волосы. И волосы, конечно, и выглядят, и чувствуют себя хуже. Так что очень я довольна этим феном. Единственное, чем я недовольна, я не могу никак справиться с вот этой насадкой диффузов, ради которой я его купила. Но зато у меня получилось диффузов. Ну, они получаются. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сделала себе прикольный перекус. Прикольный, не прикольный, но обычный перекус. В общем, сейчас покажу вам. Я вчера купила хумус, но это уже я его переложила в контейнер. Это хумус с острыми перчиками. И вот такой доедаю пасту из оливок. Она безумно вкусная, мы ее взяли в деликатески. Ну и все это буду с палочками морковки есть. Приятного аппетита! Мы к вам вернулись. И теперь будем отвечать на ваши вопросы. Сегодня у нас особо такой спокойный день. Мы домом занимались, и поэтому ничего особо не снимали. Еда у нас была. Вы видели, что я огромную-огромную сковородку... Мы три дня ели эту сковородку. ...сосейник, да, наготовила. И, в общем, все, мы это продолжали есть. Поэтому мы сегодня доели благополучно. Завтра, значит, что-то новенькое надо будет делать. Вопрос от Дарьи Яз, СПБ. Как вы спасаетесь от снега в лицо в зимний период? Пользуетесь ли вы водостойкой косметикой? Ну, я думаю, что на пороге дождливого сезона это тоже, в принципе, актуально. Но мы не пользуемся. Почему? Ну, зачем ты сразу так говоришь? У меня нет водостойкой туши. У меня есть водостойка тушмак. Я ей пользовалась несколько раз за эту зиму. Но вот эта тушь, которая Sensational Maybelline, она достаточно устойчивая. Она, конечно, водой может смыться, но она особо не смывается. То есть, если не тереть ее, то она нигде не отпечатывается. И мне это очень нравится. А кроме этого, в этом году мне очень помог спрей для лица MAC. Потому что обычно, когда я захожу в помещение и выхожу из помещения, ну, всегда любой человек, ну, хотя не любой человек, люди просто, в том числе и я, когда заходят в помещение, потеют, когда выходят, здесь над... Воняют. Да не воняют, а остывают. Я сейчас Аню перебью, потому что это невозможно смешно. С этой стороны Маня намывается, вся такая... С этой стороны Бася грызет мои ноги и носок. А Аня правда настолько вот ужасковала. Я не знаю, что у нас решено. А я тут сижу, бакула шабьет. А, все заняты. Ну, да. 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 Что? Все узнали, что ты умывалась. Мама тебя сдала. Представляешь? Мы поймали умывальник. Я поймала тебя. Да. У меня тоже такая же хорошая тушь. В общем, этот спрей очень хорошо устойчивость макияжу всему придает, поэтому, ну, дольше держится косметика, и это меня очень спасало в этом году, потому что обычно я маюсь вообще с косметикой, она у меня просто всплывает в зимний период, вот от этой жары в теплой одежде. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Марина Мара 05 АБ в тему. В какую тему? Задает вопрос. Верите ли вы, что каждое домашнее животное похоже на своего хозяина? Мы не просто верим. Ну, они похожи на нас. Вы же нам пишете, вот мне конкретно на моем аккаунте в инстаграме, вы пишете, ой, как вы похожи с Басей. А мы похожи с мамой. Да, а вот Анька похожа с кошкой. Ну, единственное, у меня не зеленые глаза. Ну, и что? Ну, в общем, мы замурлакали. Конечно, похожи. И вообще так прикольно. Иногда я на улице вижу, хозяева выгуливают собак. Ну, в первую очередь, конечно же, смотришь на собаку. Там хозяин, не знаешь, какой. Неинтересно. Ну, вот я увижу собачку, смотрю на нее, смотрю, потом думаю, интересно, а какой у нее хозяин. Поднимаю глаза, ну, действительно, вот прям похож. Ой, у нас в доме живет одна пара, муж и жена. Она такая пышная женщина. И он такой большой мужчина, такой, знаете, ну, как вам сказать, не накачанный, нет, он и не даже не жирный. А вот именно, что большой. А вот большой какой-то. И усатый. И вот этот водолаз, причем у них вторая уже собака водолаз, да? И вот они, когда идут спиной к нам, этот водолаз попкой так, крють, 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 крють. И хозяин так же, крють, крють. И хозяинка так же. Ну, вот прям, ну, вот как они подобрали себе собаку, да, чтобы быть действительно с собакой похожими. Мы убегаем. Это, конечно, очень интересно, удивительно. Ну, вот так бывает. Вы мне, Валузев, понадарили, противные девчонки, все. Все. Ну, и сейчас я решила, ну, так как никто не написал, что хочет прямой эфир, и все, и вы обижаетесь, что мы не показываем вам покупки арифонов. Ой, она разваливается. Она разваливается, да. Вот, поэтому я сейчас вам покажу, расскажу, что у меня здесь. О, как раз сегодня, по-моему, кто-то написал. Да, что обижается, что мы не гадяйки. Я очень быстро буду рассказывать, потому что здесь такие вещи, которые... Есть даже, по-моему, вещи, которые вышли уже из каталога. Четыре каталога назад. Нет, не четыре, ты че? Пять? Да ты, где же? Полгода назад некоторые куклины. О, Этика, а полгода, восемь каталогов. Нет, не-не-не-не. Шарфик я уже, по-моему, показывала. Но еще раз решила вам показать, что такой шарфик. Уже собачки с ним играют. Вот сейчас вот эта сумочка в каталоге. Я вам ее тоже уже показывала. Она мне очень понравилась, и я буду ее в 100% носить. Она джинсовая такая, стеганая. Че еще? Ну, давай по темам. По темам. Да, давайте по темам. Вот это я вам показывала не в обзоре Арифлейн. И я не помню, то ли сейчас, то ли потом будет, или было. В общем, это... Было в прошлом каталоге. Подставка для лаков. Называется органайзер для лаков. На... Сколько это? Девять. Девять лаков, да. Я уже показывала вам, как я храню в этой штучке украшения. Ты показывала, я рассказывала вам. Я показывала, как я в ней храню украшения. То есть... Всякие тоненькие цепочечки. Они так красиво лежат у меня. И, к слову, многие, вот прямо очень многие просили сделать обзор украшений. Но они сейчас не в том... До сих пор еще уже, наверное, твая. Говорю, что они не в том состоянии, чтобы я вам их показывала. Потому что они у меня совсем неорганизованы. Вы даже не представляете. Те украшения, которые я постоянно ношу, они хорошо у меня лежат. Все замечательно. Но большая часть коллекции просто вваляется... Ну, мы еще не дошли до украшений. Да, до разбора украшений. Так, я потючая... Аня собирается половину своих украшений либо выбрасывать, либо продавать, либо отдавать. Поэтому записывайтесь в очередь. Половина там добрая. В общем... Та-дам! Да, потючий, вонючий. И вот такие дезодоранты Арифлейм. Очень люблю я вот эти смятые и киви дезодоранты. Ну и обычные дезодоранты мне тоже очень нравятся. Да, это для ног дезодоранты. Я очень люблю Арифлеймовские дезодоранты для ног. И всю жизнь ими пользуюсь. И они мне помогают. Так, дальше вот эту коробку все вытащу, чтобы... Ой, у меня есть какой-то... А что он такой маленький? Какой-то я карандашик, колор... Тоже долго брала. Вот мои сережки. Но он просто какой-то детский, смотрите. Прям такой малюпузенький. Мне другого цвета не понравился. У меня он вот такой какой-то. Не понравился вообще? Не, а. Ну, цвет мне не понравился. Я какой-то не тот цвет звалю. Вот смотри, у меня вроде как слива, но она какая-то кирпичная слива. Теплая. Да. Да. Цвет, конечно, жалко. Так, дальше я взяла для... Ну, гель. Гель-кондиционер для ресниц и бровей. Он мне нравится. Да, он мне нравится. Я давно уже пользуюсь. И завивалку для ресниц. Я тоже ею пользуюсь. Но, к сожалению, рекламовские завивалки, они очень быстро выходят из строя. Резиночки сами. Резиночки. И сейчас... Что ты там шуршишь? Сережки всякие за скину. И сейчас нет запасной на них штучки. При этом цена осталась той же самой. Вот, представляете? А почему-то в каталоге по-прежнему эти щитчики с запасной штучкой сфотографированием. Вот так вот. Когда я первый раз получила без резиночки запасной, я подумала, что это бракованное собиралось идти сдаваться. Вот такое колечко к тому ожерелью, которое вам недавно понравилось. Наверняка оно тоже будет. Вот оно такое. Говорю, давай по темам. Наверняка. А я уже вот по теме и пошла. У меня есть разделение свое. Вот, значит, такое... Это... Я думаю, что все-таки будет в распродаже. А это тоже треугольное, как в прошлый раз ты показывала? Какое треугольное? Я уже его потеряла. Какое треугольное? Вот такое. А, тоже треугольничка. Ой, какие сережки! Хи-хи, прикольно! Как раз вы спрашивали про животный принт, вот. Да, вот такие сережки я взяла. Вот. Ну, давай, давай, фокусируйся. Вот такие сережечки. Мне они понравились. Я их буду летом носить. Так, что еще? Бумс, все упало. Все упало, все пропало. А, да, еще я взяла... Кстати, надо их носить. Уже сейчас время приходит. Я взяла вот такие резиночки. Детские резиночки. Давайте фокусируем. Вот, они с золотинками, такие резиночки прикольные. И такой бантик. Мне нравятся бантики. Их можно вот так делать. Ну, они можно только на ее волосы, только светлые все. У нее черное, темное, совершенно в волосах не видно. Абсолютно теряется. Там тоже что-то есть. Да? Да. А что там? Не знаю. Слушайте, это прямо как на выгонах. Я уже не помню, что я миллион лет назад заказывала. Так, это набор этих колечек. Да, вот такие маленькие колечки. А ты принадлежишь? Думаешь, их очень много. Очень много. Ну, что, идем все равно. Вообще очень много. Господи, они все какие-то странные. Вот такие кольца ей вообще нельзя носить. Я их не ношу. Дарила колечка с буквой А. Да, они у меня все теряются. Почему-то. Ну, вообще, честно я вам скажу. Я покупаю кольца, но я очень редко их ношу. И они у меня... Ну, потому что большинство бижутерий я ношу только спокойно золотые кольца. Потому что они не красятся. Ну, вот. Вот они. Разные колечки. Потому что золотые кольца не красятся, не окисляются, когда моешь руки. А руки я мою часто. Я не знаю, конечно. Может быть, люди редко моют руки. Вот как вы с этим боретесь? Вот как вы носите кольца? Ну, именно бижутерию. Вы все время... Вот когда я их снимаю, например, в Икеа, я потеряла так уже два или три кольца. Я их снимаю, потом забываю и ухожу без кольца. Как вы с этим боретесь? Так, что дальше? Хочешь помады? Не, не хочу. Хочу Джордани Голд. А где вот эта помада? Я взяла что-то Джордани Голд. Давайте сейчас узнаем, что. Так, что это? Ух ты! У нас есть бронзан. Смотрите, у меня есть бронзан. Давай, фокусируйся. Круто! Круто! А я даже не знала, что он у меня есть. Скоро уже выйдет срок годности, а я и не знала, что он есть. Ну, ничего такой. Смотрите. Летом будет прикольно. Так, кстати, когда у него срок годности? Ой, до 2019 года еще есть время. Мог бы еще полежать. Три помады. У меня есть три помады. А вот мне кажется, что я про них рассказывала. Ну, и что еще раз расскажи. Увеличивающий объем? Я не знаю даже. Бронзан. Этот. Бронзан? Да. Тоже не знаю, что тут написано. Ой, а смотрите, какая помадка красивенькая. Ой, красивенькая помадка. Пахнет она странно. Мне не очень нравится. И еще вот такие два ярких цвета, которые я планирую все-таки на себя одеть. Смотри, яркие цвета. Ой, какие красивые. Офигенные просто. Надо набраться смелости и одеть их на себя. А прям сейчас надень. Фиг тебе. А что? У тебя сейчас на губах практически ничего нет. Я не хочу сейчас. Ну, намажься. Ну, я не хочу сейчас. Интересно, что он увеличивающий. А он увеличивающий объем губ. Такой бальзамчик. Липспа. Плампинг. Плампинг. Вот видишь, написано же. Плампинг. Пошли какие-то тени. Подожди, стой. Значит, туалетная вода. Парадайз. Ну, у нас, знаете, все кто-то в простонародье называют парадиз. Амейзинг Парадайз. Это вот такая туалетная вода. Ты знаешь, вот сейчас у меня дежавю. Мне кажется, я уже это все рассказывала. Правда? Ну, даже если я рассказывала, ничего. Для меня это все новое. Ну, это ничего такое. Я думаю, не знаю. Ну, на лето я думаю, что будет хорошо. Я не знаю, буду я пользоваться или нет. Но, может быть, я кому-нибудь ее подарю. Так, дальше. Для волос. Подожди. Для волос я очень люблю вот эту маску. Для волос. И дайте мне вот эту. И вот так. Так, да, масло я очень люблю. Оно для кончиков. Мне оно очень нравится. Я им постоянно пользуюсь. И вообще все масла Reflame мне очень нравится. Вот такое маслице. Одно антивозрастное я использую на всю длину. И на кончике наношу вот это масло. Дальше. Какое-то огромное количество теней я взяла. И не знаю, буду ли я ими пользоваться. Давай вот эти сначала покажу. Круто. Это какие-то сыпучие. Да, эти сыпучие. Вот такие два цвета. Но я их взяла так, знаете, просто на пробу. Потому что вообще обычно я кремовыми тенями не пользуюсь. Я люблю, когда у меня тени долго держатся. А кремовые тени, они редко долго держатся. Но только если Maybelline Color Tattoo или вот маковские тени кремовые. Они просто железобетонные. Они очень долго держатся. Вот эта серая, такая розовенькая. Ой, а тут еще что-то есть. А, еще вот те же кремовые, только фиолетовые. Ну давайте, открывайтесь. Ну откройте, пожалуйста. Пожалуйста, откройте. Вот, спасибо. Вот такие фиолетовые еще тени. Еще вот такие. Это румяна? Это румяна, да. Ну подожди ты, мы еще... Что ты насторожаешь? Ну мне здесь скучно. Скучно? Значит, эти тени рассыпчатые. Сейчас я их нанесу. Покажу вам. Да они все какие-то полупрозрачные. Вообще прозрачные прямо. Да, они прозрачные на самом деле. Ну посмотрим, может быть, я смогу с ними что-то... Не, ну они вообще очень полупрозрачные. Я взяла более... О, эти закрытые, я их не буду открывать. Эти тоже закрытые? Нет, эти тоже открытые. Так. А эти... Тоже еще прозрачнее. Еще прозрачнее. Да, ну это не пигменты, конечно. Ну а вот такие. Ну-ка, давай. Вот здесь светленькие, а вот здесь такие более бронзирующие, что ли. Но они совсем полупрозрачные. Так. Пудра. Тьфу, румяна. Румяна вот такие. Мне показалось, что они слишком темные. Я их, конечно, тоже попробую. Может быть, они тоже такие же полупрозрачные. Но они с блеском. Вот. С небольшим таким блеском. И, ну смотри, красивый цвет. Да, красивый. Красивенький этот цветик. Вот это что? Так, это корректор для глаз. Тут разные цвета, чтобы корректировать такой кремовый корректор для глаз. И, значит, два крема, а один в этот. Вот это. Сыпучий. Сыпучий, да? Типа хайлайтера, наверное. Нет, еще коробочка к нему. Еще коробочка. Дай, дай. Вот этот джамбо-подводка, я ее еще не пробовала, как вы понимаете. Но очень хочу, потому что вот такая большая толстая линия получается. Так, прячусь. Вот. Такая толстая прям линия получается. Можно потоньше делать, а можно вообще толстую-толстую линию делать. И я взяла черный, а он мне кажется коричневым. Ну, да. А я взяла черный. Какая-то черный. Ну, вот он не совсем черный получается. Он все-таки больше коричневый. Когда высыхает, он становится коричневым. Коричневым таким. Так. Я взяла конжак. Он у меня еще упакованный. Два мыла для рук. Потому что там были наборчики. Я взяла киви и абрикос с рисовым молоком. Вот такое мыло. Редко я все-таки кусковым мылом пользуюсь. Но оно было в наборе. Получается, он как в подарок получился. Все? Здесь, да. Все. Больше ничего нет. А в той коробке? Там все уже тоже. И тоже в наборе вот такой крем для рук. Сейчас, знаете, будет краш-тест. Сейчас маме дадим понять. А что это? Что это? Ну скажи, что это. Аня, ну что это? Крем для рук. А с чем он? Ну говори. Я откуда знаю, с чем он. Он просто такой ночной крем для рук. Питательный. А что у меня это такой хороший? Какой-то цветок и миндальное молоко. Хороший, такой жирненький. Ну, значит, он будет твоим. Почему? Не знаю. И в преддверии солнечного сезона я очень хорошо нашла в своей коробочке 50 защиту SPF. 50 защиту, да, желтого. Мне очень нравятся вот эти спреи. Ну, правда, симпатический кремик. Очень классные вот эти спреи. И пахнут они вкусненько. И вот все, все лето, и вот на... Я, знаете, один раз хотела выпендриться, купила Клорансовский, который как увеличивает загар или, ну, проявляет загар. И у меня была дикая аллергия. Ну, мы же рассказывали, это Тенерифия. Да. Мы бегали по всему Тенерифу, искали средства, чтобы снять этот риск. Да, эта поездка вообще была очень интересная. А вот этими я постоянно пользуюсь. У меня ничего не чешется, ничего не болит. И при этом я не обгораюсь с ними. Мне очень они нравятся. Все. Все? Все. Я говорила много, много. Ну, все, потому что я быстро говорила. Скажите, я же быстро говорила. Вот. Все. Наша благодарность Тенни сегодня. Я очень благодарна, что я разобрала заказ. А я вообще за все благодарна. Мне сегодня что-то было хорошее. Не дергайся. Задергайся на камеру. А что было хорошее? Сегодня все было хорошее. Сегодня все было хорошее. А-а-а, я вспомнила, я сделала заказ в Алифлэме как раз тоже в тему, потому что там появился Анин шарфик из резерва, и еще там у тебя будет сюрприз, да, потому что там тоже это появилось, ну круто, вот, а сережки, которые нам не достались, их зарезервировали теперь, ну посмотрим, может быть в следующем каталоге появятся. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра с более содержательным и, как это, веселым, в общем, влогом. День и до дня будет, все веселее. Все веселее и веселее, весна же пришла, обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утром. Счастливого дня. Пока-пока.